Мы сейчас поговорим про некоторые способы интегрирования. Частично они уже обсуждались на семинарах, но там в разных группах получилось по-разному. В каких-то группах удалось дорешать весь лист, в каких-то задачах про методы интегрирования, которые мы сейчас будем обсуждать, еще не обсуждались, но давайте мы их обсудим подробно. Значит, смотрите, первая история – это история про замены переменных. Значит, давайте прежде чем обсуждать соответствующую формулу, давайте я приведу такой пример. Представьте себе, что у меня есть две функции. Есть функция, например, sinx, и есть функция, которая называется sin2t. И мы знаем, как связаны графики этих функций. Значит, если я построю график переменной x, построю график sinx, например, меня интересует интервальчик от нуля до, скажем, π. Значит, график будет выглядеть так. Это будет одна такая волна. Здесь π, здесь y, и здесь y равняется sinx. Значит, как будет выглядеть график sin2t? Как он будет связан с этим графиком? Давайте считать, что у меня масштаб на оси x и на оси t одинаковый. Как связаны друг с другом эти два графика? Как связаны друг с другом два графика sinx и sin2t? Ну, в два раза уже. Значит, второй из них получается с сжатием первого в два раза по вертикальной оси. Значит, когда вы делали третью домашку, вы это обсуждали. Такой вопрос есть в коллокуме. Раборизование графика функций, как так он называется. Значит, здесь у меня соответствующий отрезочек будет от нуля до π пополам. И будет он выглядеть как-то вот так. В точке π будет 0. Если я теперь смотрю на площади под соответствующими графиками, ну, во-первых, понятно, что между этими двумя... Значит, если я смотрю на горизонтальную ось, есть естественное соответствие между вот этим отрезком от нуля до π и вот этим отрезком от нуля до π пополам на оси t. И понятно, что это более-менее один и тот же график, но тем не менее видно, что вот эти две площади, если я посмотрю на площадь над отрезком от нуля до π для функции sin x. И если я посмотрю на соответствующую ей площадь на втором графике, это уже будет площадь над отрезком от нуля до π пополам для функции sin 2t. То, в общем, понятно, что площади эти не равны между собой. Значит, это y равняется sin 2t. И понятно, что вот эта площадь ровно в два раза меньше, чем вот эта площадь. То есть оказывается, что интеграл от нуля до π пополам sin 2t в два раза меньше, чем интеграл от нуля до π sin x dx. Отсюда видно, что когда мы делаем замену переменных, когда мы заменяем x на 2t, интеграл меняется. И смотря на то, что мы уже поменяли адресок интегрирования, то есть вроде как мы уже учли то, что мы сделали замену переменных, когда x меняется от нуля до π, 2t меняется тоже от нуля до π, поэтому выражение под знаком интеграла принимает те же самые значения. Но, тем не менее, площади различаются. Различаются они ровно потому, что происходит вот это самое сжатие растяжения по горизонтальной оси. Понятен ли этот пример? Понятно ли, о чем я говорю? Здесь можно считать, что у меня произошла замена переменных x равняется 2t, и значение интеграла поменялось. И так, в общем, будет более-менее всегда. Если вы делаете какую-то замену переменных, у вас не просто меняются пределы интегрирования, а еще и вылазит некоторый коэффициент. И вот сейчас мы аккуратненько обсудим, что это за коэффициент. Я просто хотел на примере этой картинки показать, что это неудивительно, что этот коэффициент вылазит. Было бы странно, если бы было по-другому. Давайте посмотрим на замену переменных и первообразные. Давайте вспомним про такую штуку, как тему о производной сложной функции. Давайте посмотрим на такую вещь. Пусть у меня есть, значит, пусть f большое, это, допустим, какой-то переменный t. Сейчас, значит, ну, хорошо, да, пусть эта штука такая переменная t. Это первообразная функция f маленькая от t. Вопрос. Что вы можете сказать про функцию... Давайте рассматриваем какую-то другую функцию. Допустим, h от x. Какая-то другая функция. Какая-то дифференцируемая, допустим. Функция. Давайте рассмотрим такую функцию. Рассмотрим функцию f от h от x. Давайте я как-нибудь ее обозначу. Пусть это будет функция, допустим, g от x. Первообразной чего она является. Чтобы ответить на вопрос, первообразной чего является некая функция, нужно просто посчитать от нее производную. Поскольку дифференцирование и взятие первообразной взаимно-обратной операции, то если я спрашиваю первообразной чего является эта функция, то она является первообразной своей производной. Давайте найдем эту производную. g штрих от x – это есть f штрих в точке h от x. Давайте я уточню, что это f штрих по t по своему аргументу, а не по x от всей этой конструкции. умножить на h штрих в точке x. Чему равняется производная f штрих, взятая в точке h от x? f от h от x? Да, это есть f маленькая от h от x. Получается вот такая штука. f маленькая от h от x умножить на h штрих от x. То есть, смотрите, что теперь получается. Если я вижу, что у меня есть какая-нибудь вот такая штука, допустим, у меня есть такая задача. Пример. Пусть мне нужно понять, чему равняется первообразная от функции, скажем, 2х на синус х квадрат. Я могу посмотреть на эту функцию и заметить, что она представляется вот в таком виде. Ну, действительно, у нас есть функция f. Это вот этот синус. В него подставлена какая-то другая функция, а именно x квадрат. Это вот это h. И вот сюда вынесено h штрих от x, производная этой функция. Значит, в этом случае f от t – это и есть синус t. h от x – это и есть x квадрат. И таким образом я могу заметить, что это первообразное находится так. Мне нужно найти первообразную f маленького, то есть синуса, и подставить в него x квадрат. поставить в него h. Значит, ответ – это какая первообразная у синуса? Минус косинус. Значит, минус косинус t, в который подставили t равное x квадрат. Значит, производная синуса косинуса, первообразная, наоборот, минус косинус. Это невозможно запомнить, я всегда путаюсь, но если поднапрячься, то удается. И это все равно, что минус косинус x квадрат. Значит, можно проверить, теперь продифференцировать минус косинус x квадрат и убедиться, что действительно получается 2x синус x квадрат. Вот. Значит, понятно ли эта история? Как видите, это просто следствие теоремы о производстве сложной функции. Значит, и эта штука позволяет в некоторых ситуациях брать интегралы, которые устроены вот таким вот образом. надо сказать, что в отличие от, значит, ну вот есть всякие правила интегрирования, типа что интеграл суммы – это сумма интеграла. Но вот с произведением двух функций такой фокус не проходит. Нет никакого простого правила, которое бы позволяло находить интеграл от произведения двух функций. Ну, собственно говоря, вот эта теорема о замене переменных – это одно из правил, которые имеют какое-то отношение. Тут тоже есть какое-то произведение двух функций, но не абы каких, а вот связанных вот таким образом. Вот. Значит, смотрите. Есть еще такое обозначение. Значит, если вас интересует задача об отыскании первообразных, довольно часто эту задачу записывают в виде так называемого неопределенного интеграла. Значит, если записана просто вот такая штука – интеграл f от x dx, то, как правило, под этим подразумевается множество всех первообразных функций f. Значит, эта штука называется неопределенным интегралом. Видите, у меня не указаны какие-то пределы интегрирования. В отличие от определенного интеграла, который является просто числом, если здесь написано пределы интегрирования, то реалистат интегрирования – это число. Неопределенный интеграл – это некоторый класс функций, там, отличающихся на константу, грубо говоря. Ну, например, если я записываю, что такое интеграл x dx, то ответ, что это x квадрат пополам плюс константа. Обозначение немножко… Тут есть некоторые трудности с этим обозначением, но, в общем, все так пишут, и приходится к этому привыкать. Я думаю, что если бы я придумывал бы все эти обозначения, я бы сделал бы как-нибудь по-другому, но уж как есть. Вот. Ну и, соответственно, то, что мы сейчас обсудили, называется формула замены переменных в неопределенном интеграле, и эту формулу можно написать так. Можно сказать, что интеграл, соответственно, там был f от t dt, это есть интеграл f от h от x, h' от x dx. Но понятно, что тут нужно иметь в виду, что вот сюда, вот после вычисления этого интеграла, нужно сделать подстановку то t равняется h от x. Вот. Значит, это переформулировка того, что я только что говорил в терминах первообразных, но просто в других обозначениях. Значит, вот такой вот символ с палочкой, а потом подстановка подразумевает, что мне нужно сначала вычислить вот этот неопределенный интеграл. Это будет какая-то функция от t, а потом я подставляю в него вместо t h от x. Иногда вот эту часть не пишут явно, пишут просто формулу, где вот такой интеграл равен вот такому интегралу, но поскольку здесь разные буквы в разных частях, естественно, подразумевается, что t и x связаны и связаны они равно вот этой замене. Вот. Значит, и это как бы в какой-то мере простая штука с точки зрения доказательств. Это реально просто вот следствие теоремы о производной сложной функции. Давайте посмотрим на то, как все это выглядит в контексте определенных интегралов. Тут, в принципе, можно было бы сослаться на формулу Недлебницы и сказать, что это можно перейти от неопределенных интегралов к определенным. но мне сейчас хочется дать некоторое чуть более явное доказательство, чуть более явную иллюстрацию формулы замены переменных в определенном интеграле. Давайте я ее сформулирую. Собственно говоря, чтобы ее сформулировать, мне нужно вот в этой формуле с неопределенными интегралами правильным образом поставить пределы интегрирования. Ну вот давайте я это сделаю. Значит, замена переменных в определенном интеграле. Значит, тут главное не запутаться в пределах. Значит, интеграл у нас здесь f от t dt равняется интегралу f от h от x h штрих от x dx. Значит, у нас есть такая связь. Мы знаем, что t равняется h от x. Давайте посмотрим, как связаны пределы интегрирования здесь и пределы интегрирования здесь. Вот я написал интеграл f от t dt равняется интегралу f от h от x h штрих от x dx. Хочу поставить пределы интегрирования. Как это сделать? Давайте я поставлю какие-нибудь пределы интегрирования где-нибудь. Например, справа я поставлю пределы интегрирования. Пусть у меня это будет интеграл от a до b. Как тогда выглядит интеграл слева? Какие пределы интегрирования нужно будет написать в интеграле слева? Видимо, h от a, h от b. Да. Значит, мне нужно ответить на такой вопрос. Значит, вот в этом интеграле, в правом интеграле это интеграл от a до b по d x. То есть, это означает, что здесь та переменная, которая меняется, это переменная x. Значит, x пробегает отрезок от a до b. t и x связаны с заменой t равняется h от x. Это означает, что когда x пробегает отрезок от a до b, t пробегает отрезок от h от a до h от b. Значит, слева мне нужно написать интеграл от h от a до h от b. Возвращаясь к примеру, с которого я начинал, значит, видно, что здесь происходит ровно это самое. Значит, если я здесь делаю замену t равняется... Значит, у меня замена, которую я раньше писал, как x равняется 2t, я могу ее переписать в обратную сторону. У меня здесь будет замена t равняется 1, 2, x. И видно, что когда x поменялся от 0 до π, t менялся от 0 до π пополам. То есть как раз от 1, 2 умножить на 0 до 1, 2 умножить на π. Они будут отвечать... Эти пределы интегрирования будут отвечать за соответствующие отрезки. И давайте теперь посмотрим, как эта терема доказывается, как доказывается это равенство. Значит, я не то чтобы буду прям вот совсем аккуратно доказывать, что... Ну, тут нужно было бы что-то сказать про существование пределов. Например, что если предел в левой части существует, и функция h дифференцируемая, то предел в правой части тоже существует. Ну, вот давайте мы поверим в то, что у нас функция f интегрируемая, h дифференцируемая, действительно, все интегралы существуют. И в этих условиях докажем, что вот такое равенство выполняется. Я буду пользоваться определением интеграла, определением интеграла Риммана. И мне понадобится нарисовать такую картинку. Значит, вот, допустим, у меня есть... Значит, у меня справа написано интеграла t. И давайте я нарисую какую-то функцию f от t. Значит, вот есть у меня график какой-то функции. y равняется f от t. И ниже я нарисую ось x. И у меня есть некоторое отображение из оси x в ось t. Это отображение как раз дается мне моей функции h. Значит, пусть у меня на оси x есть какой-то отрезочек от a до b. И я действую отображением h. Соответственно, a переходит в h от a. И b переходит в h от b. Давайте я отмечу соответствующие пределы интегрирования на картинке с функцией f от t. Значит, интеграл, который написан в левой части моего равенства, это, собственно говоря, просто площадь графика f от t на отрезке от h от a до h от b. То есть, это просто вот такая площадь. соответственно, соответственно, дальше я хочу установить соответствие между этой площадью и интегралом от вот этой штуки. то есть мне теперь нужно смотреть на то, как зависят значения функции f от x. После того, как мы подставили, t равняется h от x. То есть, меня интересует f от h от x. Давайте посмотрим, как устроено f от h от x. Это означает, что мне нужно стартовать с какой-то точки вот здесь на оси x, подействовать на нее отображением h, получить точку h от x и в этой точке найти значение функции f. То есть, как бы у меня такая вот получается штуковина. Значит, вот такая получается функция. Ну, давайте попробуем это сделать. Значит, давайте запишем интегральную сумму для... Я хочу, на самом деле, вот что сделать. Хочу написать интегральную сумму для левого интеграла и показать, что она совпадает с некоторой интегральной суммой правого интеграла. Давайте разобьем отрезочек. Давайте разобьем отрезок от a до b на кусочки. Значит, вот у меня здесь будут... У меня здесь будут точки... Значит, a это есть x0. Значит, вот это x0. Дальше у меня будут x1, x2 и так далее. Значит, последняя точка называется xn, она же b. Значит, дальше я должен сделать отображение, которое отправит мне эти точки x и t в какие-то точки t и t. Значит, вот я делаю мое отображение h. это она мне как-то эти точки отправляет на верхнюю ось. Здесь у меня получается t0, t1, t2 и так далее. Значит, у меня есть какое-то разбиение x0, x1 и так далее, xn отрезка a, a, b. И я создаю из этого разбиения некоторое разбиение отрезка на оси t. Значит, это разбиение выглядит так. Значит, соответствующее ему разбиение t0, t1 и так далее, tn отрезка h от a, h от b. Значит, у меня t и t, это есть h от x и t. И я, как обычно, ввожу обозначение. У меня есть дельта x, значит, дельта x и t, это есть x и t минус x и минус 1. И дельта t и t, это есть t и t минус t и минус 1. Смотрите, я хочу понять, как устроена связь между вот этими дельта t и t и дельта x и t. То есть, что это означает? Это означает, что я беру какой-то из отрезков моего разбиения, допустим, отрезок от x1 до x2. Он под действием отображения h переходит в отрезок от t1 до t2. Вопрос, как связаны их длины? Тоже через h соответствуется как-то? Да, ну вот как, значит, что нужно взять от h, чтобы сравнить длины этих двух отрезков? Значит, понятно, что дельта t и t это есть h в точке x и t минус h в точке x и минус 1. У нас так t-шки определяются. t-шки t и t это образ x и t под действием h. Вопрос, что такое вот такая разность между значениями h в двух точках x и t и x и минус 1. Как можно ее найти? Выразить через что-то. Какие характеристики h позволяют вам отвечать на вопрос о том, как связана вот такая штука, разница значений функций в двух точках с вот такой штукой с дельта x и t, то есть с разницей соответствующих аргументов? Производная? Производная, да. Что вы можете сказать про эту разность h от x и минус h от x и минус 1 в терминах производной функции h? Вот если бы у меня взял бы, вот если бы у меня был бы какой-то график функции h, допустим, у меня здесь x, здесь y, и вот я строю график функции h. Значит, y равняется h. Давайте я здесь не y напишу, а t, потому что у меня t. Здесь это переменная, которая является зависимой. t равняется h от x. И вот у меня есть две точки на горизонтальной оси. Есть точка x и t, есть точка x и минус 1, есть точка x и t. И есть их образы под действием отображения h. И я спрашиваю, как вот эта вот штука, длина отрезка от h, значит, вот такого отрезка, от h x и минус 1 до h x и t. Значит, как этот отрезок вертикальный, вот такой вот, связан с вот таким горизонтальным отрезком. По теории Мелагранжа можно. Теории Мелагранжа, да, отличная идея. Давайте действительно воспользуемся теорией Мелагранжа. Значит, и заметим, что эта штука равняется, ну, хорошо, давайте, чему это равно по теории Мелагранжа? Значит, найдется какая-то точка между x и минус 1 и x и t. Давайте я как-нибудь обозначу. Давайте я обозначу x и t со звездочкой. У меня сверху выводит написано звездочка. Не боитесь таких обозначений? Значит, вот у меня есть такая x и t со звездочкой, что длина отрезка вот этого вертикали равняется длине горизонтального отрезка умножить на производную в точке x и t со звездочкой. Давайте я это напишу. Это есть просто h штрих в точке x и t со звездочкой умножить на x и t минус x и минус 1. То есть это есть h штрих в точке x и t со звездочкой умножить на дельту x и t. Значит, это теорема Лагранжи. Все ли видят, что действительно теорема Лагранжи? Нужно ли подробнее написать в этом месте? Да, давайте. Ну, смотрите. Что говорит теорема Лагранжи? Ну, вот если совсем вспоминать в той форме, в которой мы ее формулировали, она говорит, что h от b равняется h от a плюс h штрих от c умножить на b минус a. Вот такая форма знакома? Да. Вот. Ну, вот посмотрите на функцию h здесь. Значит, я в качестве точки b беру x и минус первой в качестве точки а беру x и t. Значит, вот если я здесь напишу, значит, если я перенесу h от a в левую часть, у меня получается h от b минус h от a равняется h штрих от c умножить на b минус a. Значит, у меня b минус a это расстояние между точками на горизонтальной оси. В данном случае это вот эти две точки. Значит, эти a и b не имеют никакого отношения к тем a и b, которые у меня были сейчас при интегрировании. Это те a и b, которые были в тереме Лагранжа. Значит, вот у меня расстояние между точками вот здесь. Вот у меня расстояние между образами. И вот производные промежуточные точки. Это ровно оно и есть. Окей, спасибо. Вот. Теперь смотрите. Значит, давайте я теперь напишу интегральную сумму для... Напишу такую штуку. Как все верите в то, что есть такая связь между delta-t-итами и delta-x-итами. В принципе, логично. Помните, мы обсуждали, что производная она ровно это и показывает. Она показывает, насколько сильно растягиваются или сжимаются какие-то маленькие отрезочки под действием нашего отображения. Ну, вот здесь мы ровно этим и пользуемся. Давайте теперь запишем интегральную сумму. То есть, какую я хочу записать интегральную сумму. Ну, вот у меня появились какие-то конкретные точки х и т со звездочкой. И давайте я запишу такую интегральную сумму. Значит, вот мне нужно разбить все вот этот график на такие вертикальные прямоугольнички. Значит, и давайте я сделаю такую штуку. Значит, рассмотрим такую сумму. сумму по и от единицы до n. Значит, смотрите, у меня есть точечки х и т со звездочкой. Давайте я на эти х и т со звездочкой под действием моим отображением. Значит, вот это вот х, допустим, будет второе со звездочкой. Я на него под действием моим отображением и получу х от х и т со звездочкой. Давайте я положу по определению, что т и т со звездочкой это есть х от х и т со звездочкой. И теперь рассмотрю такую сумму. f в точке т и т со звездочкой умножить на дельту т и т на дельту т и т. Какую-то сумму можно представить. Во-первых, можно сказать, что т и т со звездочкой это и есть х от х и т со звездочкой. Можно сделать такую замену f в точке х от х и т со звездочкой и умножить. Я теперь хочу вот эту дельту и т тоже записать как-то через дельту х и т. Как это сделать? Это то, что мы записали, Катерина. Вот ровно то, что ровно та штука, которая записана сверху. Это есть а штрих в точке х и т со звездочкой умножить на дельту х и т. Смотрите, то, что у меня сейчас написано здесь, это просто алгебраическое равенство. Это честное равенство просто двух чисел. Слева написано число, справа написано число. Они равны. Давайте на него посмотрим внимательно. Сумма по и равняется 1 до n. f от т и т со звездочкой умножить на дельту т и т равняется сумме по и от 1 до n f от h от х и т со звездочкой умножить на h штрих в точке х и т со звездочкой умножить на дельту х и т. Понятно ли, почему эта сумма действительно равенства выполняется? теперь, если вы верите в то, что это равенство выполняется, давайте посмотрим внимательно на левую и правую часть. Чем является левая часть? У нас есть точечки t и t и есть дельта t и t это разница между соседними точками. а еще у меня есть точечки t и t со звездочкой и переходить в соответствующий отрезок здесь. Точнее, я от функции h не требовал ничего какими дифференцированности. но если h монотонно, тогда образом такого отрезка является такой же отрезок здесь. И тогда точка отсюда обязательно переходит в точку внутри этого же отрезка. Таким образом, t и t со звездочкой это какая-то точка, которая лежит внутри соответствующего отрезка для разбегения этого отрезка на оси t. и слева написана и слева и слева и слева вы сказали монотонно. Вы уверены, что монотонно? Да. Хочу монотонность. чем вас смущает монотонность? Вы хотите, чтобы h от x была монотонна? Хочу. Окей. Ну, я просто хочу, чтобы вот эти отрезки переходили в отрезки. Вот что я хочу. Чтобы не было такого, что у меня здесь отрезок переходит в какую-то вот такую вот штуку. Я говорю, что это немножко техническое условие, от него можно было бы избавиться. Это скорее мой способ доказательства мне диктует это условие. Может, можно было бы и без него обойтись аккуратненько. Но с ним как-то проще. Итак, давайте посмотрим на левую сумму. Это интегральная сумма для какого интеграла? На определенном интеграла дашь от а, дашь от b. Интеграла. Да, значит, у меня когда и пробегает интервал от единицы до n, у меня t и со звездочкой пробегают все вот эти вот отрезочки. Это означает, что у меня получается интеграл, ну, вот тот, который нарисован здесь. Значит, интеграл от h от а до h от b f от t до t. А справа? А справа что за интегральная сумма? Интегральная сумма от какой функции? Значит, нужно посмотреть, в какую функцию подставляется х и со звездочкой. Вот видно, что х и со звездочкой подставляется в сумму, значит, в функцию вот в такую. f от h от чего-то умножить на h штрик от чего-то. Значит, получается, что это интегральная сумма от функции f от h от x умножить на h штрик от x. и интегрирую я в пределах от a до b, потому что именно в этих пределах меняются x и умножить. И нужно не забыть dx. Значит, соответственно, те стрелочки, которые я нарисовал, это предел при... Значит, если у меня длина отрезка разбиения, значит, вот здесь у меня будет длина разбиения на отрезке дельта t стремится к нулю, а здесь у меня, соответственно, радиус разбиения на отрезке дельта x стремится к нулю. Но понятно, что если функция аж дифференцируемая, значит, она непрерывная, и это означает, что когда отрезочки вот здесь становятся маленькими, отрезочки здесь тоже становятся маленькими. Поэтому, в общем, это один и тот же предел. Ну, по крайней мере, если мы верим в то, что этот предел существует, и это означает, что мы можем, например, вот в этой интегральной сумме выбирать вот эти точки разбиения, ну и в этой тоже, выбирать их как угодно, то, по крайней мере, легко поверить вот в этот переход и, соответственно, в равенство между этими двумя интегралами. Не претендую на то, чтобы я рассказал это совсем подробно, но я, в общем-то, и не собирался. Мне кажется, что из вот этого равенства для интегральных сумм, это равенство для интегралов должно быть сейчас, по крайней мере, не выглядеть чем-то странным. Давайте посмотрим на это соответствие. Как оно вам? Ну, оно и до этого оказалось логичным. Хорошо. Смотрите, значит, на самом деле теперь, возможно, чуть более становится понятно, зачем мы постоянно таскаем вот это вот DT, DX и так далее. Значит, дело в том, что, ну, вот тут становится чуть-чуть более понятно, откуда у этих самых, значит, откуда у этих величин, откуда они появляются. Вот смотрите, вот этот DT, оно помнит, что у нас здесь была какая-то дельта T и T, и когда мы делаем замену переменных, это дельта T и T тоже меняется, причем она меняется не просто так, что вот T заменил на X, а оно меняется вот таким образом, что вот эта штука превращается вот в такую штуку, что дельта T и T превращается в H' в точке, в точке X и T со звездочкой умножить на дельта X и T. И, соответственно, чем образом меняется, можно сказать, что меняется, вот это DT меняется на вот эту штуку H' от X до X. И на самом деле так часто пишут, и у этого есть такой смысл. Давайте я скажу два слова по поводу этих обозначений DT, DX и H' от X DX. Значит, два слова про обозначение Лейбница. И, может быть, даже я произнесу слово дифференциал. Значит, вот смотрите. Я напомню, что когда мы определяли, кто такая производная, мы писали такой предел. Мы говорили, что производная F' к какой-то точке X, это есть предел при дельте X, стремящемся к нулю. F от X плюс дельте X минус F от X разделить на дельту X. Значит, если теперь обозначить числитель этой дроби через дельту F от дельты X, как мы иногда делали, когда доказывали теорему, сказать, что дельта F от дельта X это как раз и есть вот это приращение функции F от X плюс дельта X минус F от X, то тогда эту штуку можно записать в таком виде. Это есть предел при дельте X, стремящемся к нулю, дельта F от дельта X разделить на дельту X. И Левниц предложил такое обозначение для производной. Он предложил обозначать F' в точке X через такую штуку dF деленное на dx. Как правило, говорят, что вот такое вот обозначение это некоторый единый символ, который обозначает производную. Ну, давайте я напишу, что вся эта штука берется в какой-то точке X. Значит, dF деленное на dx в точке X. Значит, вот эта вот штука, это другой способ обозначать производную dF по dx, которая возникает ну вот вот из этого обозначения. Когда это все придумывали, люди рассуждали как-то так, что вот что это такое. Ну, вот давайте вот посмотрим на вот эту штуку и давайте думать, что вот у нас есть какая-то бесконечно маленькая величина под названием dx, и есть какое-то соответствующее ей бесконечно маленькое приращение dF. Вот если я поделю одно приращение на другое приращение, то я получу в точности производную. Как бы думать про вот эту формулу как про предельную форму вот такой формулы. Вот. Сейчас у всего этого есть некто чуть более аккуратный смысл, но я не уверен, что я сейчас хочу в это дело слишком далеко выдаваться. По крайней мере такое обозначение есть. Дальше можно немножко забыть про то, что у нас есть про то, что вот это просто некоторое условное обозначение и думать про него действительно как про дробь. И записать такую штуку. значит, df равняется f' от x dx. Прямо скажем, мне очень понятно, что я сейчас такое написал. Но на самом деле, в никаком смысле понятно. Эта штука говорит примерно следующее. Это штука, которая соответствует той формуле, которую я писал выше. А именно она соответствует тому, что если у вас есть какое-то конкретное превращение delta x, давайте я так напишу. Это примерно соответствует тому, что delta f это примерно f' от x умножить на delta x. И вот это примерное равенство становится тем точнее, чем меньше delta x. Фактически это переформулировка определения производства. Но точный смысл того, что означает df и что означает dx, он немножко может выглядеть сейчас немножко загадочнее. Но на самом деле, нам даже не обязательно хорошо знать, что это все такое значит, потому что можно это все использовать при вычислении интегралов, для чего нам, собственно говоря, это сейчас и нужно. таким образом. Вот смотрите. Давайте заметим, что в формуле замены переменных в интеграле можно просто сказать вот что. Можно сказать, что вот эта штука delta t при замене t равняется h от x. delta t превращается в h от x dx. dt равняется h от x dx. И видно, что это действительно описывает эту формулу замены переменных. вот у нас здесь dt, а вот у нас h штрих от x dx. И, в общем-то, ничего больше не поменялось. Ну, хорошо, здесь мы сделали просто подстановку функции. То есть, как бы значения функции не поменялись, значения функции в точках, в соответствующих точках t это то же самое, что значения функции f от h от соответствующих точек x. А что поменялось? Поменялись длины вот этих вот маленьких отрезочков, на которые мы умножаем значения функций, прежде чем форсумировать. То есть, на самом деле, поменялись вот эти вот части, которые здесь записаны как dt, а здесь записаны как h штрих от x dx. Почему такие обозначения и такое понимание в принципе полезны? Ну, потому что она позволяет в какой-то мере забыть вот эту формулу и помнить только вот эту формулу, что выглядит гораздо проще. Ну, вот смотрите. Допустим, давайте вернемся к примеру, который у меня был. Вот, допустим, я хочу посчитать интеграл от 2x sin x квадрат dx. Значит, как я эту штуку могу записать? Я могу сказать, что это вот что такое. Это есть интеграл sin x квадрат на… Значит, вот если бы у меня было бы… Значит, если я делаю замену t равняется x квадрат, то dt как раз равняется 2x на dx по формуле, которая написана выше. Вот по этой формуле. Значит, дальше я могу просто заметить, что вот тут слева у меня как раз и записан dx умножить на 2x. Значит, когда я делаю такую замену, t равняется x квадрат, я могу просто заменить этот самый dx 2x заменить на dt. Ну, и давайте я сразу x квадрат заменю на t. Опять же, замена так замена, заменять так везде. Заменяю x квадрат на t и получается вот такой вот интеграл. Интеграл sin t dt. Давайте я какие-нибудь пределы интегрирования запишу для простоты. Допустим, у меня был интеграл от 0 до π. Нет, не хочу до π, до корня из π. Значит, у меня был интеграл от 0 до корня из π 2x sin x квадрат dx. Вопрос. Значит, в каких пределах будет меняться t, если я делаю такую замену? 0 до π. 0 до π. Опять же, видите, то, что толком ничего даже помнить не нужно. Нужно помнить эту формулу для замены переменного дифференциала и дальше все работает автоматически, потому что дальше я просто задаю вопрос. Если вот в этом интеграле у меня x меняется от 0 до корня из π, значит, откуда до откуда меняется t, если t равняется x квадрату? Ну, легко ответить на этот вопрос. От 0 до π. Дальше. Во что превращается sin x квадрат? Ну, понятно, во что превращается sin x квадрат в sin t? Потому что я сделал такую замену. Дальше. А что происходит с dx на 2x? Ну, вот видно, что 2x dx это просто dt. Значит, я вместо вот этой штуки пишу dt. Вот и вся моя формула замены переменных в интеграле. Значит, получается, что это минус косинус t в пределах от 0 до π. То есть, что получилось? Минус косинус π это что такое? Единица. Получается, единица плюс единица равняется двойка. Ну, вроде работает. Возвращаясь к вопросу монотонности, который я задавал до этого. Вот мы доказали же это все-таки для исключительно монотонных функций. Какие слова, если не строго, можно сказать, что замена в целом может быть любая, главное, чтобы непрерывная? Ну, я бы сказал, главное, чтобы дифференцируемая, потому что без дифференцируемости вы просто эту формулу не напишете. Но с другой стороны, смотрите, можно думать так, можно думать, что если у вас функция дифференцируемая, то по крайней мере в окрестности любой точки, окей, ладно, это я хочу сказать неправильное утверждение, но по крайней мере, если бы, смотрите, если бы я требовал бы, например, непрерывную дифференцируемость, если бы я требовал гладкости, тогда бы я мог бы сказать, что у меня в окрестности любой точки функция, ну, так, в окрестности большинства точек, функция будет по крайней мере локальным анатономным. если у меня в какой-то точке производной не ноль, там, значит, эта функция в близких точках у него тоже будет производной не ноль, если производной непрерывно, и там будет локальная монотонность. Вот. И, в общем, в принципе, все это таким образом тоже должно сработать. Ну, в принципе, можно было бы, можно было бы, я, честно говоря, даже сейчас не могу сходу понять, можно ли придумать какой-то совсем гадкий пример, который нарушит интегрируемость для одной из этих формул. У меня есть ощущение, что нет, но что-то я сейчас засомневался. Вот. Но, по крайней мере, там, если замена гладкая, если замена, если у замены есть производная, это производная непрерывно, то там точно никакой осильной гадости произойти не может. У вас просто замена происходит, на кусочках она происходит, значит, монотонная, и там, в принципе, все работает точно так же, как мы обсуждали. иногда даже вот эту формулу записывают, вот этот переход, который я сделал, записывают так, пишут, что это интеграл от нуля до корень из π, допустим, 2х синус х квадрат на dx, пишут, что это равняется интеграла от корня, от нуля до корень из π синус х квадрат на dx квадрат, подразумеваю, что х квадрат здесь это обозначение для некоторой функции, которая как раз и называется функцией t равняется х квадрат. Здесь написано ее дифференциал, то есть написано вот такое выражение. Ну, а дальше говорят, что вот я теперь думаю, что вот у меня вот этот х квадрат это как бы моя новая переменная, но, правда, меняется она будет уже, сама эта переменная будет меняться скорее не до корня из π, а просто до π, если я думаю, что х квадрат это новая переменная вместо t. Ну, и дальше сразу же пишут, что это и есть косинус минус косинус t, ну, то же самое, что я выше написал. Или можно было бы оставить пределы интегрирования как есть и здесь написать, что это минус косинус х квадрат в пределах от нуля до корня из π, что, в общем, то же самое. Вот, в общем, я не фанат таких обозначений, потому что здесь реально непонятно, когда я записываю такой вот предел, мне непонятно, это предел, в котором меняется х или в котором меняется вот значение вот этой штуки. иногда так пишут. Вот. Значит, есть ли какие-то вопросы на эту тему про замену переменных в интеграли и вот всю вот эту вот штуку с дифференциалами? Значит, вообще по-хорошему... То есть dx, да? Что? Дифференциал – это вот dt dx. Да, да, да. Это вот эта вот непонятная штука, когда вы что-то там умножаете на... когда вы что-то там умножаете на dt. Ну вот. Я мог бы написать, что это такое по-настоящему, не пользуясь вот такими непонятными словами, но это потребовало бы там дополнительной лекции, наверное. И у нас сейчас просто нет этой дополнительной лекции. Вот. Возможно, на курсе матанализа 2 станет чуть более понятно, кто такие дифференциалы. После того, как вы изучите линейную алгебру, вам будет более понятно, кто такие линейные функции и как все это связано с... значит, вот этими штуками. Вот. Ну, сейчас можно просто думать, что верна вот такая формула, и этой формулой действительно можно пользоваться, по крайней мере, при... когда вы делаете номины переменных в интеграле. То есть, как бы, вот это равенство df равняется f' от x dx, которое возникает как некоторый предельный переход вот в этом равенстве. Δf примерно равняется f' от x Δx. И это ровно та самая штука, которую мы использовали для того, чтобы вывести вот эту формулу для интегрирования для замены переменных в интеграле. Вот оно, вот это выражение. И оно действительно, вот это выражение равняется вот этому выражению. Благодаря хорошему выбору вот этих точек x и со звездочкой у меня здесь получается точное равенство. Если бы я выбрал точку x и со звездочкой не так хорошо, а как угодно, то равенство стало бы приблизительным, но в пределе, когда вот эти Δx и Ит будут стремиться к нулю, оно становилось бы все точнее и точнее. Поэтому это тоже таким образом работает. Вот. Ну, хорошо. Давайте, значит, тогда я думаю, что есть ли еще вопросы по замене переменных? Мне кажется, что с теоретической точки зрения здесь все более или менее должно быть прозрачно. Но единственная проблема состоит в том, что когда вы будете эту формулу применять, ну, вот вам нужно реально прорешать довольно много задачек, чтобы научиться видеть эту замену, видеть вот такой вот паттерн. Вы видите, что у вас есть какая-то функция, которую вы можете проинтегрировать, в данном случае функция 2x, вы ее можете проинтегрировать и получить функцию x². И бац, вот здесь тоже x². Ну, вот этот паттерн нужно реально вот как-то потренироваться, и дальше вы будете его видеть. Иногда он встречается в довольно неожиданных местах. Вот. Давайте про вторую штуку расскажу, которая мне нужна. это интегрирование по частям. А именно это вот такое утверждение. Смотрите. Значит, если у вас есть две функции, правило замены переменных, оно и является следствием теорема о том, что... Теорема производной сложной функции. Правило интегрирования по частям является следствием формулы про производное произведение. Значит, вот если у вас есть две функции f от x и g от x, вы можете взять их произведение и продифференцировать. Значит, получается такая штука. Получается f штрих от x на g от x плюс f от x на g штрих от x. И давайте я теперь сделаю такую вещь. Вот у меня написано некоторое равенство двух функций. Давайте я это равенство проинтегрирую. Слева функция равна функции справа. Имею право проинтегрировать и то, и другое, и должно получиться одно и то же. Но давайте я просто проинтегрирую, давайте я просто навешу какой-то определенный интеграл. То есть тут у меня есть интеграл от a до b f от x на g от x штрих. Это есть интеграл от a до b f штрих от x g от x. Так, я везде забыл dx. Значит, здесь слева должен быть dx, справа должен быть dx. плюс интеграл от a до b f от x g штрих от x dx. Было равенство, навесил на него интеграл. Имею право. Давайте теперь посмотрим вот на эту штуку слева. Тут написан интеграл от a до b от производной функции f от x на g от x. Чему равняется такой интеграл? Интегрирование и дифференцирование это взаимнообратное действие. Чему равняется такой интеграл? Ну, f от x на g от x. Да, но у нас определенный интеграл. Ну, от a до b. Да, ну вот получается вот такая штука. Значит, это разность значений f от x умножить на g от x в точках b и в точке b и в точке a. Ну, почему так? Ну, по формуле Ньютон-Лемница. Значит, мы знаем, что выражение f от x умножить на g от x, что такая функция, она и является первообразной для подинтегрального выражения. Ну, просто по определению. Подинтегральное выражение есть производная от f от x умножить на g от x. Значит, значение этого интеграла равняется разности этой самой первообразной в пределах интегрирования. Вот то, что здесь и написано. Значит, таким образом можно написать вот такое равенство. Правую часть я оставил без изменений. Ну, и давайте посмотрим, как это можно использовать. Значит, давайте я перепишу это в более стандартном виде. Интеграл от a до b f от x g штрих от x dx равняется f от x умножить на g от x в пределах от a до b минус интеграл от a до b f штрих от x g от x dx То есть, смотрите, что позволяет сделать эта формула. Эта формула позволяет как бы перенести производную, вот если у вас подинтегральное выражение, выглядит как произведение двух функций. И про одну из этих функций вы можете как бы думать, что она производная какой-то функции g. То есть, как бы вы можете, у вас есть произведение двух функций, и одну из этих функций вы можете проинтегрировать. Тогда вы можете как бы перенести эту производную на другую функцию. Значит, вот здесь получается какая-то понятная штука. В интеграле, который здесь остается, ну, вот эта вот самая производная, она переносится на другую функцию. Ну, и соответствующее утверждение про неопределенные интегралы такое же, только нужно убрать пределы интегрирования и убрать подстановку. Давайте я приведу какой-нибудь пример, когда это бывает полезно. Ну, допустим, мне нужно посчитать интеграл от, скажем, xe в степени x dx. Вот это такой штуки. Ну, или давайте даже, чтобы было чуть более понятно, давайте я возьму x sin x. Значит, чтобы применить эту формулу, мне нужно представить выражение под интегралом в виде f от x умножить на g штрих от x. Значит, кто здесь будет кто? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно понять, кого вы потом хотите продифференцировать. Значит, мы хотим кого-то продифференцировать так, чтобы упростить наш интеграл. Значит, кого здесь лучше дифференцировать, кто сильно упрощается от дифференцирования? x или sin x? x. Ну да, x превращается в константу. Поэтому давайте мы x возьмем за f. Значит, вот у нас есть f от x равняется просто x. А чему равняется g от x? Чему равняется g в таком случае? Минус косинус x. Минус косинус x. Потому что потому что мне не нужно, чтобы sin был производный g. То есть как бы мне вот этот sin нужно по отдельности проинтегрировать. Это означает, что мне нужно подобрать такую функцию, от которой sin был бы производный. Значит, это действительно минус косинус. g от x равняется минус косинус x. Дальше я таким образом записываю это так. Значит, дальше мне нужно написать f от x умножить на g от x. То есть минус x косинус x. вычесть интеграл от кого? Значит, f штрих от x это просто единица. Давайте я напишу x штрих умножить на g от x, то есть на минус косинус. Минус косинус x dx. А эту штуку уже легко посчитать. Значит, во-первых, во-первых, минус x косинус x таким был, таким и остается. Во-вторых, x штрих это просто единица и остается минус интеграл интеграл от минус косинус x dx. Значит, чем равняется интеграл от минус косинус? Это минус синус. Минус x косинус x значит, плюс синус x плюс константа, потому что я записывал неопределенный интеграл. Похож на правду? Ну, давайте проверим, продифференцируем. Минус косинус, значит, минус x косинус x плюс синус x. Я все делал дифференцируем. Значит, дифференцируем минус x косинус x. Получается минус косинус x минус плюс x синус x минус так, сейчас да плюс да плюс косинус x. Косинус сокращается, остается x синус x. В общем, все сошлось. Либо я не сделал никаких ошибок, либо я сделал взаимно компенсирующие ошибки в одну сторону и в другую сторону. Вот так работает интеглирование по частям. Значит, опять же, в терминах дифференциалов его иногда записывают так. Вот смотрите, видите, здесь у нас есть выражение g' от x dx, это все равно, что dg. А тут есть выражение f' от x dx, это все равно, что df. Иногда записывают так это правило, что интеграл f на dg равняется f на g минус интеграл g на df. Ну, в общем, это экономия некоторого количества скобок. и штрихов, но я, честно говоря, не вижу большого смысла в этой экономии. В стороне вроде нет большого дефицита скобок и штрихов, так что можно было бы написать более подробно, как здесь написано. Но где-то в литературе вы можете с таким встретиться. Вот. Опять же, значит, правило в какой-то мере простое, но с точки зрения его доказательства. Но самая главная проблема это вот вам дали интеграл и нужно понять, что с ним делать. Какие делать замены, какие интегрировать по частям или еще что-то делать. Или разбивать там на какую-то сумму других каких-то интегралов или еще что-то. В общем, это некоторое искусство, которое осваивается исключительно с опытом. Пример посложнее. Ну, давайте пример посложнее. Давайте найдем вот такую штуку. Чем равняется интегралу логарифму х д х? Казалось бы, причем здесь интегрирование по частям или замена переменных. В общем, не очень понятно. Но давайте попробуем проинтегрировать эту штуку по частям. Значит, мне нужно представить под интегральное выражение в виде произведения двух функций f от x и g штрих от x. Значит, что взять в качестве f от x и что взять в качестве g штрих от x? Что взять в качестве g от x? Видимо, f от x единица. Да. Если бы я взял f от x единицу, тогда мне нужно было бы найти функцию, у которой производная является логарифмом. То есть, мы бы свели задачу к той же, которая у нас уже есть. Поэтому взять в качестве f от x единицу нельзя. Значит, наоборот. Значит, наоборот. Давайте возьмем в качестве g. Я хочу, чтобы g штрих. Я представляю себе этот самый интеграл, как интеграл от единицы умножить на логарифм x. Тогда, значит, я хочу, чтобы у меня производная g была бы единицей. Я хочу перенести производную с этой самой штуки на логарифм, потому что логарифм я умею дифференцировать, а вот интегрировать не умею. И после того, как я продефинцировал логарифм, он станет как-то попроще. Ну, давайте мы это сделаем. Значит, g штрих. Я хочу, чтобы g штрих от x равнялся в единице, чему равняется g в таком случае. Чем равняется g? Просто x. Просто x, да. Значит, я пишу x штрих умножить на логарифм x dx, а теперь я переношу производную. Значит, во-первых, у меня вылазит x логарифм x, как обычно, минус интеграл, и я переношу производную на логарифм, у меня остается x умножить на производную логарифм. Что такое производная логарифм? Это единица умноженная, это единица, деленная на x. Значит, остается просто вот такая штука. С чем равняется интеграл dx? То есть, это интеграл от единицы умножить на dx. Это просто x. x логарифм x минус x плюс константа. Вот менее тривиальный пример, в котором тоже нужно применять интегрирование по частям. Совершенно неочевидный факт, что интеграл логарифм выглядит вот так. x логарифм x минус x. Но если вы продифференцируете, то вы увидите, что действительно так, потому что у вас при дифференцировании здесь возникнет x штрих на логарифм x. Это просто логарифм x. А вторая штука это будет x деленное на x, которое сокращается с производства вот этого минус x. Вот. Значит, у вас на семинаре сегодня будет много задач на обе этих операции и на замены переменных и на интегрирование по частям. Значит, нужно будет научиться распознавать, какую именно операцию нужно применить и потом применить. Есть ли какие-нибудь вопросы? логарифм и... Ну что, еще целая одна минута до конца лекции. Можно было бы самостоятельно провести, но мы не будем. Окей. Ну что, тогда на сегодня все. Значит, если будут какие-то вопросы, я буду сегодня доступен для консультации. Но, значит, где-то часов до шести, ну или уж совсем потом, позже. ну и все тогда на сегодня. До встречи на колокольчике. Спасибо. до свидания. Есть вопрос. Можете? Да, да, я здесь. По поводу интегрирования по частям. Так, давайте я вернусь сюда. Так, да, давайте ваш вопрос. Я не знаю, я, может, сейчас подумал, у меня упал, ну ладно. Вот где вы начали писать про интегрирование по частям? Угу. Вот, вот, чуть ниже. вот самая последняя строчка. Вот здесь, да, посередине, точнее, сейчас. Вот где f от x на g от x от a до b. Да. По факту, здесь вот можно рассказать, как мы перешли от f от x и g от a до b до суммы интегралов? или это просто исходя из того, что мы чуть выше написали? Сейчас. Порядок такой. Значит, во-первых, сначала у меня было равенство просто для функций. Да. Потом я это равенство проинтегрировал справа и слева. Значит, слева у меня получилась вот такая штука, а справа получился интеграл суммы, и я его сразу записал в виде суммы двух отдельных интегралов, потому что интеграл суммы равен сумме интегралов. Так, окей. Вот. Значит, вот в это равенство верите? Да. Отлично. А теперь я просто замечаю, что в этом равенстве левая часть равняется вот такой штуке, потому что f от x умножить на g от x это есть первообразное для вот этого поднегрированного выражения. Да, окей. И дальше форум не удаляется. Поэтому получается вот такое равенство. Ладно, окей, понял, да. Вопросы я посмотрел еще раз. Окей, спасибо большое. До свидания. До свидания. Так, еще вопросы? Продолжение следует...